В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомства читались в работе, проделанной с 11 по 17 апреля. Подробнее в нашем сюжете. За прошедшую неделю в полицию поступило 1900 обращений. Возбуждено 36 уголовных дел, из них 29 раскрыто по горячим следам. Также было совершено 179 ДТП. Личный состав еще раз работает в усиленном вынесении службы. Мы готовимся к праздникам, которые скоро будут. Также таких резонансных преступлений никаких не совершено. Подразделением пожарной охраны совершено 55 выездов. Из них 8 на пожары. Также 15 апреля на Кореневском карьере во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. К месту выехали аварийно-спасательные службы Люберецкого гарнизона. Пострадавшие 63-х лет и 68-го года. Рождение извлечены из воды и переданы в станцию скорой медицинской помощи. Сделано за переохлаждение организма и госпитализированы лечебные учреждения. На 2022 год запланирован ремонт 146 подъездов. Из них 42 уже отремонтированы и 56 находятся в работе. Продолжается замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Установлено 5 новых кабин и 3 находятся в работе. Также в городском округе Люберце реализуется краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов. На 2022 год запланирован ремонт 135 многоквартирных домов. Уже выполнен ремонт в 19 и в работе находится 36 многоквартирных домов. Проводились плановые работы по влажной уборке и очистке проезжих частей. Вывезено 226 кубических метров мусора, окрашено 36 остановок и 250 метров бортового камня. За отчетный период с подрядными организациями отремонтировано 377 ям общей площадью 565 метров квадратных. По обращениям граждан выявлено и перемещено на специализированную стоянку 6 бесхозяйных транспортных средств. Перемещено на штрафную стоянку 124 автомобиля. В эту субботу состоялся финальный день благотворительной акции «Доброе дело». На протяжении недели на базе школы округа работали 38 пунктов приема помощи для жителей Донбасса. Всего в рамках акции собрано более 15 тонн гуманитарного груза. Люберчане приносили игрушки, вкусные подарки, книги, одежду, какие-либо средства личной гигиены. В субботней акции участие приняли глава округа Владимир Ружицкий, а также зампредправительства Московской области Анна Кротова. В завершении встречи Владимир Ружицкий поздравил с днем рождения заместителя главного редактора газеты «Люберецкая панорама» Эму Борисову. Глава округа подчеркнул профессионализм и надежность именинницы. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.